Светлые гости на Светлом радио Светлые гости на Светлые гости Если Макс чего-то не поймет, дай нам знать Мы это как-нибудь решим Макс, тогда расскажи немного о себе Почему вы не знаете украинского языка? Ну, для начала, потому что я не гражданин Украины Я гражданин Израиля Но сейчас живу в Москве со своей семьей Мы переехали туда с августа месяца Действительно, по Божьему повелению И мы работаем там, трудимся И поэтому, к сожалению, я украинского языка пока не знаю, хотя люблю Украину очень давно. Ну хорошо, для знакомства все-таки придется рассказать. Откуда вы переехали в Москву? Я приехал, по крайней мере, из Израиля, а моя супруга, она из Белоруссии, из города Минска. Хотя до 20 лет я тоже прожил в Белоруссии, жизнь моя была далеко не самой прекрасной, не самой цветущей. Я вырос в детском доме, в школе-интернате для детей-сирот, учился в музыкальной школе-интернате, откуда у меня музыкальное образование и вообще вся история. До 20 лет я не был примером не то, чтобы христианской, даже нормальной человеческой жизни, я бы сам от себя убежал. Если бы смог, да? Да, если бы мог, то я бы точно от себя сбежал. И на самом деле я благодарен Богу за то переживание или за тот опыт, который был в моей жизни. А уже когда в 20 лет я уехал в Израиль, вот именно тогда я начал развиваться и расти не только как музыкант, но и как личность, и в том числе и в Господе. Но русский у вас прекрасный. Да, спасибо. Макс, а почему Дэвидсон? Фамилия такая американская или, по крайней мере, английская? Давайте начнем с самого начала. Дэвидсон – это сын Давида, два слова. Да, да, да. И оно далеко не американское. Это оно нами, русскими, воспринимается как американское. На самом деле на еврейском языке эта фамилия звучит Бен Давид. И она именно так и означает сын Давида. И она исконно еврейская фамилия. Я знаю, это так называемый идиш. Шмерсон и так далее. И на самом деле мои корни из Одессы. То есть мой прадед, он был раввином в Одесской синагоге. Вы сказали, что это было призвание от Бога. Такое движение в пространстве, переезды. С чего все это начиналось? Почему человек срывается и куда-то едет? На самом деле это началось еще… Я служил в армии Израиля. Служил… Отслужил два года практически. Вместо трех с половиной я служил в десантных войсках медбратом. И в 2000 году, когда армия обороны Израиля выводила из Ливана свои войска, я был в том числе там. И наш отряд попал в очень тяжелый обстрел. И я был ранен в том числе. Погибло тогда очень много ребят. Но я остался в живых. На тот период времени я не был с Господом, потому что я уезжал из проблемной, жуткой Белоруссии. И приехал в цивилизованный мир, где все есть, все было. Тебе дали деньги, тебе дали довольствие. Естественно, крышу тогда, как любому молодому человеку… Да, абсолютно верно. То есть там хорошее и плюс тепло, никогда не холодно. Можно вообще загнить. Да, точно. И на самом деле в этот момент я не был сильно верующим. И буквально за месяц до этого я просто возобил к Богу и сказал, что я больше не могу продолжать так жить. Потому что я понимал, что следующим этапом это могут быть наркотики, это может быть алкоголь и так далее. Поэтому я кричал к Богу и, видимо, он услышал и понял, что меня надо останавливать. И остановил вот таким вот, не совсем для человека, может быть, понятным образом. И когда он это сделал, я помню последние свои слова, прежде чем мне вытащили пулю из плеча, и потом я потерял сознание. Я помню, как я сказал, Господи, знаете, как в анекдотах говорят, хочу играть на пианино, да? А никогда не играл до этого. Я говорю, Господи, я хочу остаться жить. Я еще так мало для Тебя сделал. И очень тяжелые операции. Через год я только смог встать на ноги. Но самое удивительное было, пожалуй, следующее, что когда я вышел из госпиталя, я понял, что больше не могу продолжать так жить, как я жил до этого. И что если я говорю, что я христианин, то просто маска христианина, она не подходит для моей жизни. И тогда я стал действительно искренне искать Бога. Пожалуй, это произошло со мной в 25 лет, тогда, когда я впервые стал понимать, что я, кто я и какие отношения я могу иметь с Богом. И тогда я был на конференции в Иерусалиме, приезжал тогда еще живой Эдвин Луис Коул, знаменитое служение мужчины, достигая максимума. И я был на его служении, я помню, как он сказал, мужчина может состояться как мужчина, только с Богом. И очень многое в моей жизни тогда поменялось. И по сей день я благодарен этому служению тогда, в тот день. И самое важное, наверное, для меня, чтобы сорваться с какого-то места, я понимал, у меня было все нормально в Израиле в основном. То есть была работа, была любимая работа, была квартира, которую я снимал, как все люди. Я жил хорошо, то есть довольно нормально. Ну, как бы нельзя сказать, что сильно богато, сильно бедно, но жил хорошо. И в очередной момент я просто понял, что я больше не могу так продолжать жить, потому что вся моя жизнь, по сути, сводилась к тому, чтобы встать утром, пойти преподавать, заработать денег, вернуться домой, в выходные сесть в какой-то церковь, там, с друзьями пообщаться. Но ничего в моей жизни не происходило где-то долгих три года. Я был как в затиши такой. И потом я просто понял, что я хочу служить Богу. И первое, что, когда я стал действительно искать себя в Боге, я просто понял, что я должен отдавать, чтобы быть, чтобы чувствовать себя нужным, я должен отдавать себя. И это поменяло все, что было во мне, на самом деле. И потом я учился в Академии Рубина в государстве Израиля, это мое высшее музыкальное образование. На два года я уехал в Америку, в Академию в Хьюстоне, в штат Техас, музыкальная академия. Там преподавал Рон Кинолли, он ее основывал. Там же был Кирк Франклин, туда же приезжали Фил Дрискл и многие другие звезды. Но на самом деле самое главное, что я вынес в тот момент, что ты можешь достичь действительно музыки всего, чего ты хочешь. Как и любым другим делом, ты можешь стать лучшим в своей области. Но в итоге, если в этом не будет Бога, то ты потеряешься. И когда я принимал решение переезжать вообще на постсоветское пространство, я понимаю, какие здесь сложности. Мало того, что я помнил 98-е годы, то есть 90-е годы, которые мы пережили все довольно нелегко. И я понимал, что немногое могло измениться. Но, честно сказать, я никогда и моя жена, мы никогда себя не чувствовали дома, так как мы чувствуем себя в Москве. Потому что этого хочет Бог. Светлые гости на Светлом Радио Светлые гости на Светлом Радио Светлые гости на Светлые гости на Светлые гости Светлые гости на Светлые гости Светлые гости на Светлые гости на Светлые гости Светлые гости на Светлом Радио Макс, вот вы сказали, что мужчина может на самом деле стать мужчиной, с большой буквы М, только с Богом. Можно ли сказать, что человек без Бога не может стать мастером, а может стать только хорошим ремесленником? Абсолютно верно. Я получил высшее музыкальное образование, и я понимаю это, но, если говорить честно, я очень часто приходил в комнату, ну, в Тайны Святой Святых, свое личное отдельное место, где я молюсь, и просил Бога помощи, чтобы Он помогал мне развивать свой талант и развиваться как преподаватель. Очень многое, что я сегодня знаю, я знаю благодаря Богу. Это то, о чем я хотел расспросить, потому что вы сказали, что вы занимались делом, которое любили. В Израиле вы преподавали музыку. Да, в Академии Рубина. И, в принципе, можно сказать, что это и есть отдавать себя. Мне кажется, что если и есть профессия отдавать себя, то это профессия педагога. Да, пожалуй. Но вы сказали, что я все равно понял, что если я не буду себя отдавать, все равно осталось что-то, что отталкивало вас от той жизни и толкало к чему-то другому. Возможно, вы еще не имели полной картины. Куда вы хотите, куда стремитесь? Да, абсолютно верно. И, наверное, самое главное, что мне дал Бог, он мне дал мечту. И, пожалуй, он сформулировал или сформировал мою цель в жизни. Сегодня я счастливый человек, потому что я имею цель в жизни. И она соприкасается с Богом. Игорь, а как вы вообще? Вы встретили Макса в аэропорту. Начнем с того, что он приехал поездом, а во-вторых, всемогущий интернет. Честно говоря, я не любитель, скажем, заводить, ну, не так. Я семейный человек, заводить отношения через интернет. Просто интересно. Есть в социальной сети. И в какой-то момент, ну, я общаюсь довольно с широким кругом музыкантов, ребят. В какой-то момент на глаза попал вот... Колоритный такой аватар, аватар, да, человек. Мы познакомились, добавились друзья в социальной сети, начали общаться периодически. Возник один прецедент проекта, с которым Макс работает в Москве. Я музыкант, аранжировщик. То есть у нас началось это выливаться в какие-то действия. В чем очень талантливый аранжировщик. Ой, спасибо. И, ну, вот появился прецедент уже поработать вплотную, лично встретиться. И к этому всему, вот, соответственно, привязываем еще ряд активностей и полезностей, которые можно вынести из присутствия Макса здесь в Киеве. Светлые гости на Светлом радио. Есть люди, которые называют себя мотивационными проповедниками. Сейчас это распространено. Что человеку важнее? Или, может быть, на ваш взгляд, важно и то, и другое? Дать тулс, какие-то инструменты, или вдохновить и сказать, ты можешь, ты не тряпка. Ну, во-первых, первое, что я бы хотел сказать всем слушателям, и тем, кто думает приходить, не приходить на мастер-классы, я хочу сказать, что не глядя на высоту или опыт профессионализма человека, все, что это ему дает, так это право передавать свои знания, не более того. Ни один профессионал не имеет права задрать нос и сказать, я знаю, я круче тебя. Нет в этом ничего от Бога. Потому что то, что ты получил, ты должен отдавать. Это для меня кредо жизненное. Это, во-первых. Во-вторых, нет ни одной причины в жизни, или, я бы сказал, нет ни одного повода, чтобы кому-то сказать, ты не можешь этого сделать. Я думаю, что самая важная и основная сложность, это не просто прийти и, чтобы тебя кто-то услышал, а услышать правильную, конструктивную критику, или не критику, я бы сказал, а... Советы. Да, какие-то советы, которые бы реально помогли бы тебе развиваться. Потому что основная проблема, я не говорю про Киев, Украину, я здесь еще только начал, но в Москве я столкнулся с тем, что педагоги не всегда компетентно высказывают свое мнение по поводу какого-то ученика. Ввиду разных причин, не буду называть их. Человеческий фактор. Да, человеческий фактор. Я думаю, что человеку необходимо сказать, что он может, если у него действительно есть на это талант. Если это не его, то дать ему понять, что это не конец света, что есть возможности, что он может найти себя. И есть много областей в жизни, которые связаны с музыкой, которые могут быть не пением, не аранжировкой или не сведением, но которые как-то или иначе связаны с этим. И человек сможет себя найти. Никогда нельзя унижать человека. Никогда нельзя давать ему какую-то информацию, говорить, ты плохой там или еще что-то. Я всегда отделяю человека от тех вещей, которых он может делать правильно или неправильно. Потому что, как написано в Библии, мы должны любить людей. А их поступки уже, это вторая, и обязательно мотивационная часть. Люди должны получать мотивацию для того, чтобы развиваться. Скиль сколько вообще? Я понимаю, что учиться нужно всю жизнь. Но как было у вас с обучением? Я так понял, что вы очень много в это вложили. Это инвестиция, время, энергия. Это и час, это и время, и энергия. Но учиться музыке я начал еще до того, как я начал разговаривать. К сожалению, я не был обычным ребенком, я не разговаривал до шести лет. А потом стали на стульчик и спели песенку или рассказали поэму. Нет, нет, я просто слушал. Раньше были граммофоны такие. И у нас в детском доме, где я был, стоял вот такой граммофон. И я стоял возле него и слушал луча на повороте. А сейчас я не исполню тем более те сопрановые партии. Хотя иногда тянет и хочется. Но лучше это делать в ванной комнате, когда никто не слышит. И когда мы... Я до шести лет не разговаривал, а потом просто запел. Но на самом деле, я думаю, что очень важный был еще такой момент. Я четко с детства знал, что я хочу добиться. То есть прежде чем заниматься или учиться, надо понять, чего ты хочешь. Потому что какую бы сферу жизни ты не выбрал, музыкант, повар, политик или адвокат, или еще кто-то, побеждают только самые лучшие. Это так говорит Библия, по крайней мере. Побеждающие наследуют землю. И очень много мне пришлось... Мне пришлось преодолевать две очень сильные препятствия. Два очень сильных препятствия. Первое, это общественное мнение, особенно в Беларуси до 20 лет, что я с детского дома и что я не осел, а я человек и достойен уважения. Это первое. И с чем иногда по сей день борюсь. Потому что люди, которые помнят меня еще того Макса, от которого, как мы раньше говорили, я бы тоже сбежал, то есть они помнят старые мои дела, и им тяжело иногда сконнектить то, что Бог сделал новое. А второе, действительно, образование, еще раз образование, и еще раз образование. Я занимаюсь музыкой с 6 лет по сей день. И я все еще развиваюсь, я все еще сижу в интернете, выискиваю новые методики. Я смотрю вперед. И по сути, к 34 годам, вот у меня будет 19 января день рождения, и я... да, но... У нас есть такой эффект, рассказывай. Да, 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 да. Вот, 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 именно он. И на самом деле я понял, что самое главное, это если ты можешь взять большое количество методических пособий или знаний, и реально использовать их для конкретного человека, не подделывать его под пособия, это первое, и учиться, еще раз учиться, еще раз учиться. И поверьте мне, когда в Москву приезжают мэтры, я бегаю на их мастер-классы по сей день. И я хочу еще важное сказать, я учусь от своих учеников, не меньше, чем они учатся от меня. Так же, как любые нормальные, адекватные родители, кое-чему учатся у детей. Можно ли сказать, что вокалист, в принципе, слушает вокал? Как правило, да, он ищет вокал. И только вокал. Да, дело не только в вокалистах. Все люди хотят... Знаешь, я немножко забегу вперед и выдам один из секретов своих мастер-классов. Американцы не поют. Русские, наши ребята с СНГ пытаются петь. Надо поменять полностью концепцию. Вы не выходите на сцену петь. Вы должны выходить на сцену, общаться с народом. Это абсолютно разная концепция и подачи голоса, и подачи материала. То есть и переживание, и формирование звука. Интересно, можете развить это. Общаться — это обмениваться энергией. Дело не только в энергии, а дело в том, что можно... Знаете, как я очень люблю в последнее время читать разные вещи. Моя супруга, она хорошо владеет русским языком. Я, к сожалению, сейчас только возвращаю к себе русский язык. И я до недавнего времени путал позвонить или позвонить. То есть вот многие вещи... Сейчас я путаю надеть или одеть. Ну, то есть она меня обучает этим вещам. Но, вы знаете, я увидел фразу на... Знаете, стандартная вывеска на заборе. «Осторожно, злая собака». То есть если после слова «осторожно» стоит восклицательный знак, то «злая собака» — это предупреждение. А если после слова «осторожно» поставить запятую? Кто-то может обидеться и укусить того, кто это написал. Да-да-да, абсолютно верно. То есть то же самое и мы делаем на сцене. Мы не выходим на сцену петь, мы поем до сцены, то есть мы учимся петь до сцены. На сцену мы выходим выносить какую-то информацию. Мы выходим передавать. Это как театр, как действие какое-то. И пение — это тоже способ донесения информации из себя. И в том числе, я просто немножко забегу в свое свидетельство. Мне было 13 лет, когда к нам в школу-интернат, тогда 91-й год, развалился Советский Союз. И к нам в школу-интернат приехали девочки из пятидесятнической общины. И они приехали на 7 января, вот как раз тоже январские праздники, они приехали петь нам о Христе. Мы в музыкальной школе, и для нас, мы тогда были неверующими ребятами, для нас понятие благодати не было так важно, как понятие не фальшивить. И девочки, которые не всегда чисто пели, мы в этот момент спокойно разговаривали друг с другом, мы даже их не слушали. Но в конце вышла девушка петь. Когда она открыла рот, мы свои позакрывали. Потому что она спела потрясающе. Она по сей день поет, это моя супруга. И вот таким образом я пошел за Богом, вот таким образом я пошел в церковь, потому что по-другому меня нельзя было привлечь ни к Богу, ни все, что с ним связано. Потому что авторитетными для меня являются те, и являлись тогда те, кто могли делать что-то лучше, чем я. Сегодня для меня авторитетен Бог. И это намного важнее. Ты обязательно должен услышать единственную в Украине музыкальную FM-радиостанцию, уникального формата. Авторские программы, ток-шоу в прямом эфире, новости, программы для детей и проповедь Слова Божьего. Радио «Эммануил» объединяет своих радиослушателей для служения благовестия и помощи пожилым и одиноким людям. Регулярно посещаются детские дома и интернаты. «Эммануил» – значит, с нами Бог. Вы мне восстановили жизнь, просто, вы знаете, не могу отрываться от вас. Прекрасное светлое радио, которое носит столько любви, столько добра, столько тепла всем людям, кто этого потребует. Если ты не в Киеве и Киевской области, слушай нас через спутник «Сириус-4» или через официальный сайт «Радио Эммануил» www.svitlo.org Твоя молитвенная и финансовая поддержка позволит светлой волне войти во многие дома, принести надежду и радость миллионам людей. Стань частью нашей радиокоманды! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова